Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова, дорогие братья и сестры, гости, которые нас посетили, друзья, которые находятся с нами в прямом эфире. Перед нашей общей церковной млитвой я желаю поделиться одной мыслью из места Священописания, которое записано Евангелистом Марком. 10 глава, мы прочитаем с 17 стиха по 22. Евангелие Марка, 10 глава, 17 стиха. Когда выходил он, Иисус, в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Это прекрасное повествование, оставленное на странице Священного Писания. Молодой юноша, прекрасный юноша, воспитанный, упал пред Иисусом и говорит, «Учитель благий». Христос не отказался от того звания, которое этот молодой человек ему дал. Но он напомнил, что никто не благ, только единый Бог, благий, добрый, имеющий намерения благие. Недостаточно было, что этот юноша исповедал Иисуса как учителем. Важно было, важно было, чтобы он увидел учителей Иисусе, Бога. Это прекрасная встреча, девятнадцатый стих. Иисус говорит ему, «Знаешь ли заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесадь, не обижай, почитай отца твоего и мать». Эту заповедь Христос позже перефразирует и скажет, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Все эти пять пунктов и заповедей Моисеевых, или Богом данных Моисею, который принес народу своему, этот юноша исполнил. И Христос полюбил его. Сердце Христа было открыто к этому юноше. И он сказал, «Тебе одного не достает. Пойди, продай, раздай, приходи и следуй за Мною, взяв крест свой». Вот оно условие, которое было. Но мы видим, юноша опечалился и ушел. Позже ученики обратятся и спросят ему, «Как сложно». А он скажет, «Дети, как трудно надеющемуся на богатство войти в Царствие Божие». Знаете, Библия не осуждает материальное благополучие. Этот юноша молодой, прекрасный, воспитанный, он был научен законе Моисея, исполнял его, и он знал, что все благословения, благословения материальные, это признак Божьего благословения, признак присутствия Бога в твоей жизни, когда материальный достаток ты имеешь. Но Христос переводит взгляд от земных благ к тем богатствам. Он говорит, «Продай, раздай, и будешь иметь богатство на небесах». Апостол Петр позже запишет первое послание Петра, первая глава с третьего стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас с воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Вот к тому богатству Христос призывал и этого юношу прекрасного. Знаете, я прочитал выражение одного современного американского богослова. Оно прозвучало так. «Христиане, которые собирают сокровища на земле, обычно расплачиваются за свое непослушание в жизни своих детей. Очень редко дети из таких семей находятся в правильных отношениях с Господом». Интересная мысль. Я когда прочитал, вы согласны с этим? Я думаю, когда рассуждаем мы о богатстве, мы можем много примеров привести. Взять деяния апостолов, которые богатые люди имели имущество, они продавали, приносили, имели благословение, этим служили Богу. Мы знаем много людей, материально богатых, которые участвовали в приобретении и распространении Библии, евангелизации, благовестия, благотворительности. Это было во все века и сегодня. Но здесь не об этом идет речь. Здесь христиане, которые собирают себе богатство. И это их цель. И здесь Христос позже скажет «Трудно надеющемуся на богатство, совсем другое дело, когда христианин в полной зависимости от Бога, и Бог благословляет его труд, и здоровье дает, и работу дает, и успех дает. Этим может он не собирать, а служить Богу. Это совсем другое дело». Но сегодня у меня мысль не о богатстве, а о призове Христа. Христос сказал юноше, которого полюбил, говорит, «Одного тебе не достает. Пойди, продай, раздай и приходи. Следуй за мной, взяв крест». Это основная мысль, которая была направлена к этому юноше. Мы помним, Матфей описывает избрание учеников. Матфея, 4 глава, с 18 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского, он и Иисус увидел двух братьев, Симона, называемым Петром, и Андрея, брата его, закидывая сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, «Идите за мной, и я сделаю вас словами человеков». Смотрите, «И они тот час, оставившись сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем отцом их, починивавшись сети свои, и призвал их. И они тот час, оставивши лодку и отца своего, последовали за ним». Вот он, пример ответа на призыв Иисуса Христа. Вы представляете, Петру и Андрею делать больше нечего было, только рыбачить. Да нет, у Петра была семья. У него была, это основная профессия, его была работа, основной доход был. Но смотрите, можете представить на призыв, они бросили сети и пошли за Христом. И потом Петр скажет, что призвал нас к богатству неувидаемому. Я думаю, этого хотел Христос от этого юноши, которого полюбил и которого позвал. А он не пошел. Прошли века, но ничего не изменилось. Христос призывает сегодня всех. Дорогой брат и сестра, помнишь, ты отозвался на его призыв? Христу недостаточно, чтобы его назвали учители. Учение его, оно прекрасно, оно и сегодня привлекает. Это прекрасное общество, мне нравится здесь быть. Здесь люди свободные, не имеющие зависимости, алкогольные, наркотические или какой бы другой. Здесь люди, которые имеют здравые семьи, где не изменяют муж жене, жена мужу. Когда дети любят родителей, родители любят детей. Это прекрасное общество. Этого недостаточно. это последствия того призыва, на который отозвался человек, которым Бог позвал. Он говорит, веруешь ли ты? Если я спрошу, дорогие друзья, вы верите в Бога? Конечно, о чем вопрос? Мы же понимаем, мы здравые люди, что этот мир созданный, прекрасный, это наш организм созданный, невозможно создать. Не о том речь. Ты веришь в Иисуса Христа, что Он Христос, Сын Божий, Он благий, Он Бог, Он Сын Божий. Верую. Веруешь ли, что Иисус Христос, Сын Божий, твой личный спаситель? Помнишь вопрос, друг, брат и сестра, которые тебя задавали, когда ты в водах стоял? Верую. Вот если веришь разумом своим, сердцем, тогда Его призыв приди и следуй за мной. У американцев не очень нравится. Веришь ты во Христа и последовала ли ты за Христом? Believe and follow to Jesus. Это разница большая. Это огромная разница. Христос, разговаривая с народом израильским, с исполняющими закон, с потомками Авраама, Исаака и Акова, с благословениями Его, Он сказал, в Царстве Божьем вы увидите Авраама, Исаака и Акова и возлежащих с ними, а себя изгоняемыми вон, и там будет плач, скрежет зубов. Это страшное место, место мучения. Почему? А потому, что надеялись на потомство, принадлежность к Аврааму, Исааку и Акову. Не в этом. Нужно иметь рождение свыше, о котором Никодим, не понимая, спросил, «Как мне увидеть?» А Христос сказал, «Если не родишься свыше, то не увидишь». Дорогие братья и сестры, недостаточно знать о Боге, недостаточно верить, что Иисус Христос есть Сын Божий. Важно ответить, «Иисус Христос, Сын Божий, является твоим личным спасителем». Что ответишь на это? И вот тогда в сознании, в сердце своем, верую и следую за Ним, исполняю учения Его и жизнь вечная со Христом. Недостаточно разумом, важно сердцем. Я помню, наша сестра Валентина, она там всегда сидела. Она уже там, на небе. Она говорит, «Сколько раз я слышала призыв?» Сколько раз думала, «Ну, потом, потом». Один раз был такой призыв, говорит, внутри, когда я думаю, «Я сейчас встану и пойду, но чувствую, если я встану, я упаду, у меня в ногах тяжесть такая». Это борьба духовная, которую испытывал каждый христианин. Дорогой друг, быть может, ты испытываешь эту борьбу, когда Христос призывает тебя в сердце твоем, на крест Голговский, к нему прийти, в молитве покаяния, исповедать Его, как личного спасителя, принять Его призыв. А сатана останавливает. Быть может, ты еще молод, быть может, ты еще профессию не устроил, быть может, поживи свободно жизнью, попробуй все, что есть в этом мире. Это обманчиво. Покаяние – это дар от Бога. Будет время, когда люди будут испытывать страшные бедствия на земле, но не смогут покаяться. Дар покаяния дает Бог. Им нужно воспользоваться тогда, когда Бог призывает. День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит вас. Теперь пора. О, мудрый будь! Приди к Нему! Приди сейчас! Это начало христианской жизни. И в жизни христианина Бог, Иисус, не обещал богатств, благ. Он говорил, что лисы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. Он говорил, что меня гнали, и вас будут гнать. Бог не обращает наше внимание на землю. Бог обращает наше внимание на небо. Мы сегодня утром, когда завтракали, уже встали со стола, жена моя сидит и чай продолжает пить, и так смотрит туда. А нас с окна видно. Тасси Маутон и выше. Она говорит, когда смотришь чуть ниже, там у соседки и бассейн, и стулья, и там все. Смотришь чуть выше, прекрасная зеленая гора, смотришь чуть выше, а там небо чистое. Там чистота, там Бог. И там святые ушедшие. И туда Господь позовет церковь свою скоро. Когда Господь позовет церковь свою, ты будешь с ним? Или ты будешь изгоняем? Христос этого не хочет. Он это бы юношу полюбил. Дорогой друг, Христос любит и тебя. Христос говорит, приди и следуй за Мною. И будешь иметь богатство на небесах, жизнь вечную. Слава Ему за это. Аминь. И григорий. Софоренц επалляю.